МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядзите в этом выпуске. Лепшие у Гандли. Сегодня на выниковой коллегии у Знагороды отрымали супрацовники Галины. Лето – пора на рыхтовок. Олег Сентюроу доведался про особливости селетней кампании. ДТЗ – у Речицким районе. Рено-мегансценник сутыкнулся с Ласихой, якая выскочила на дорогу, а потом с Опель-Астром. Золотый хлопчик – выпускник Гомельской гимназии Ягор Дубовик вернулся с математичной олимпиады у Бразилии с перемогой. У ближайшие 10 хвилин про это и иншее. Бош подробязным. Коллегия со святочным настроем. Сёня у Гомеля подвели выники работы организации розничного гандлю и громадского харчаванья в первом погоде. И вызначилися с планами на другое. Марина Джалая с подробязностями. Каля 40 работников гандлю отрымали у знака роды у гонор своего профессийного свята. Уже омаль 20-ти годы его означают в опошнюю неделю лепеня. Подчас коллегии было огучено, что на протягу погодя гандлюва сфера Гомельской области демонстровала становшую динамику. При запланованных 100,5% темп рост розничного гандлю скла у 99,7%, оптовыха 106,5% и громадского харчаванья 101,5%. Видовочно, что о достатних покажчику отстала розница. Але у опошней два месяца и тут наметились добрые тенденции. Гэта будет зауважна по выниках работы за 7 месяцев. На сегодняшний день мы видим активизацию розничного рынка, видим то, что растут доходы населения, покупательская способность повышается, поэтому в целом позитивно можно оценить результаты полугодия и те параметры, показатели, которые мы достигли. Важно не просто выконывать покажчики и заховывать рентабельность глины. Треба утримливать баланс помеж имкнением отримать доход и покупальницкой сдольностью насельництва. С гэтой метой Министерства антимонопольного регулирования гандлю проводить мониторных цен и контролюя систему ценоутворения. А так само назирая, как у белорусских магазинах было место для конкуренции. Это спрашивает доступ вытворцев до полиц к рам, а покупникам предоставляет больше широкий выбор товаров. Либерализация ценообразования должна приводить к бесконтрольности, поэтому, либерализируя часть цен, все равно остаются, изменяются просто инструменты этого регулирования. Вот в качестве очень действенного способа это является создание стабилизационных фондов. Сегодня вот создание товарных запасов, если есть что предложить, и есть конкуренция на рынке, а вы знаете, что сегодня Министерство антимонопольного регулирования и торговли переформатировалось и направлено на то, чтобы развивать конкуренцию. Вот в том числе и создание условий для развития конкуренции на рынке торговли. Дарыши зараз у регионе каля 8 тысяч гэндлёвых объектов. Пришим каля полутора тысяч заявилася уже сёлита. Ясше некальки новых открыться у районных и областным центры уже не университет. Марина Джала, Михаил Рабкоу, телерадиокомпания «Гомель». Забеспечение перепрацовчих предприемств у сыровиной, а насельничество лесной продукции плюс поставки на экспорт. Усёг эта задача повинна вырешить нарыхтовчая компания, якая проходит зараз на Гомельщине. При этом, сдача дару лесу насельничеству выгадная и по ясшой одной причине. Коли проявить активность, за день можно зарабить до 50 рублей. На прикладе Калинковицкого района с ситуацией ознайомився Олег Сентяроу. Лето – это час, коли вязковцы могут довольно неадренно зарабить. Причем, размова не только о работе на сельских господачах в палетках, а на скринец стабильных дадатковых доходов дары лесу. У нерыхтовчих пунктах килограмм лесичек сегодня принимают по 5 рублей. Кали ведать место, то за день можно назбирать 7-8 килограммов. Правда, такими объемами звычайно могут похвалиться бытай только активные пенсионеры. У людей, працаздольных взрослых, час знаходжения у леса, обмежеванный раскладом працовного дня. Миколай Змушко, работник Горбовицкого сельского дома культуры. У этой установки працовный день починается о 12 годин. До 11 атака в лесу. С утром с 4 до 11. И мне хватает вполне. 4 килограмма 5. И еще больше значная дохода у сбиральников ягод. За 3 шарницы в Калинкельском райиспожилтоваристы сегодня готовы заплатить по 5 рублей за килограмм. За день можно зарабить до 5,10 рублей. 5 килограмм и 3 килограмма разные объемы бывают. Смотря кто. Як бабка старенькая, так она и мало принесет. А як здоровая любит семьям и приводит той 3-4 ведра. По великим рахунку сбор ягод для коператору больше выгодной, чем нарктовка грибов. Заховывать опошь не тяжко, а для перепроцовки необходимы достатково значные объемы. И еще справа чарницы. Навод с уликом того, что по причине несприяльного надворя все лета их меньше, чем летость, у все ровно хапая, как поставить на внутренний рынок и отгрузить на экспорт. Бодай, самое холодное потребование – рода цейная безпека. По информации областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья, все лета нормативам не отповедала больше треть проверенных грибов и свыше 20% ягод. Причем у некоторых выпадках дозы перевышали допущение до 8 разов. Правда, непосредственно у Калинкельском районе перевышения покой не регистровались, что можно расплумачить у тымнику и жесткими потребованиями до нарктованного. Навод минимально забруженные дары лесу за столько лет люди уже сами знают в каких местах какая черника. Они идут именно в места проверенные, где брали раньше. Поэтому всегда хорошая. Олег Сентюров, Валерий Гопанько, телерадио компания «Гомель», Калинкельский район. До инших тем. На переддне у вечера на автодорозе Октябрьский парыч речится отбылось ДТЗ. Водитель 1970-го года на роджение на автомобиле Рено здесь не усутыкнение злосиха, якая перебегала проездную частку. Машину откинула на полосу сустречного руху, где отбылось сутыкнение с автомобилем «Опель Астра», яким керавал 64-годовый мужчина. У вынику здарения водитель Рено и пассажирка «Опеля» отрымали телесное пошкоджение и были шпитализованы. Пассажирка Рено 1973-го года народжения от отрыманных травмах загинула на место здарения. Сюня Чачерский район наведал уполноваженный по справах религий и национальностям Леонид Гуляка. На чале информационно-пропагандистской группы он провел один день информования и отказал на питание жахару агроградка Залесе. Подробностей в наступном сюжете. Головная тема одиннага дня информования у гэтым месяце социокультурная политика беларуской державы ключовый фактор умоцования Одинства нации. Информационные мероприемства на гэтую тему проходят по всей краине. Перед насильницем выступают представники улады районного областного и республиканского озеровню. Одна з таких встреч отбылась в Чачерском районе. С прационными коллективами организации агрогородка Залесе сустрелись уполноваженный по справах работы, культуры и по справах молодежи гомельского обловы канкама Ирина Даухала и представники мясового райвы канкама. Побывав на Дне информирования, я всегда затрагиваю все вопросы, которые людей интересуют. Независимо от того, связано это с темой Дня информирования или моей работой, а вообще, если что-то людей волнует, мы всегда эти вопросы обобщаем. Независимо от конфессии, православные, католики, мусульмане, условно говоря, иудеи и так далее, что их волнует. Проключовые напрямки политики у сферы культуры были закрануты темы книга-выданья, работы с творчей молодью развития украинской киноиндустрии. А кроме того, Леонид Гуляка распавел обстановящий у религийном свете Беларуси. Он отзначил, что повинен быть баланс помеж колькостью верников и храмов. Прогатым Гомельщина по его словах к этому критерию отповедая. После своего выступления он отказал на пытание мясовых жахаров цикавили разные темы. От проведения республиканских форумов до веры в знание самого упоноваженного. Так само же Харзалеса распавели гостю об своих традициях святкования православных святов. Мы его пригласили на Яблочный Спас, то есть в деревне Бабич Чечерского района, где проходит региональный праздник Чечерские плыни. Очень приятная встреча. Диалог это не газеты, это не телевидение. Да, это намного проще, потому что люди здесь более простые, которым сложные вопросы со статей и сложные ответы непонятно часто. А здесь очень все просто доступно, всем понятно, и даже, я думаю, очень даже интересно, потому что вы видели в зале, что многие некоторые ответы улыбались и смеялись. То есть дружеская обстановка, я думаю, это большое дело. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадио, компания «Гомель», Чечерский район. Уступная кампания выходит на финишную промую. Абитуриенты вызначились с выбором АВНУ с конкурсом. Завершился прием документов на бюджет, до четвертого жневня протягивается прием на умовах оплаты. Самую великую колькась балла у нашем регионе 391 набрала абитуриентка, якая подала документы у Белорусской Державной Университет Транспорту. И она выбрала специальность организации перевозок и кирование на чекуночном транспорте. В уголе самой популярной у этой ВНУ специальностью селета стала архитектура жилых и громадских будинков. Конкурс «Больше трех человек на место». На другом месте у Белдутие транспортная логистика, на третьем организация дорожного руху. На специальность правознавства у ГДУ имя Франциска Скарыны претендовали «Больше девять человек на место». До речи, тут же был зафиксованный самый великий в области проходный бал – 324. У тройцы лидеров у ГТВНУ так само экономичные специальности. Конкурс досягнул «Больше 8,5 человек на место». До речи, леташний лидер ГДУ специальность правознавства соступил ГДТУ имя Сухого. Там на специальность маркетинг конкурс склав 11 человек на место. Однако приемные комиссии означают, что бюджетных мест продугледжено у сего два. Наступная по популярности специальность ГТВНУ финансовый и инвестиционный менеджмент. Закрывает тройку лидеров распроцовка и эксплуатация нафтовых и газовых радовищ. На Гомишине подыходить до финишу подрыхтовка до нового научального года. Во установах адукации завершаются ремонтные работы праздник альки дзен распочнется проверка сделанного. А до 15-го жнивня все установы средней адукации должны отримать пашпорты готовности. Дмитрий Котов наведал Рэшицу и ознайомился с ходом проводимых работ. Рэшицкий лицей по праве лечится одной из лучших установ адукации района. 97% выпускников поступают в высшую научальную установку. Основный фактор успеха кадровый потенциал. Немаловажную ролью играют и умовы для навучания. Над этим супрацовники лицея активно працуют весь летний период. Все лето обновили спортивную залу и некоторые учебные кабинеты. В этом году мы обновили наш кабинет биологии, покрасили стены, положили линолеум и сделали небольшой косметический ремонт. Наш класс, наш лицей уже сейчас может принимать детей. А у дитяшим садись родной школе номер один сталку робят на доброупорадков территории. До этого питания тут зауседы подыходили креативно. Обач с будинком шматлики архитектурные формы, клумбы с кветками. Гэтым летом высадили новые рослины. Дарыш озеленение позволяет не только упрыгожить территорию, а и изнизить энергозатраты. Вот здесь росли большие деревья, которые мешали затенению. Затеняли практически весь первый этаж. Было очень сложно, включая даже днем приходил свет. Поэтому мы решили их убрать и сделать новое. В этом году мы обновили нашу немножко территорию, для того, чтобы дети уже пришли в новом учебном году, увидели что-то свежее, новое, как обычно. У День Веда в Рыжеском районе в Ушне упрымут Амаль-90 установ эдукации. За парты сядут больше за 11 тысяч школьников. Зараз завершаются опошние приготовления. Из первого жнивня распашнется проверка, сделанного в школах. санитарных норм и правил, то есть для того, чтобы нашим учащимся было уютно, комфортно. Каждый директор хочет так, чтобы школа выглядела достойно и у нас на конференции на районной будут за это вручаться призовые места. Естественно, что каждый стремится получить это место в той или иной номинации. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания Гомель, Зрешицы. Для того, как стать по-спеховым у своей справе специалистом, необходимо володать с тривалым багажом ведов и не спиняться на досягнутом. Миновито тому, летние каникулы не для усех сейчас без клопотного отпадшинку. Выпускник 51-й гимназии города Гомеля Егор Дубовик вернулся из Бразилии с престижной узнагородой. Хлопец завоевал золотый медаль 58-й Международной математичной олимпиады. Вероника 51-й гомельской гимназии селетнего выпускника Егора Дубовика сустракают як соправдного героя. На 58-й Международной математичной олимпиаде у Рео-де-Жанейро с шести медалев, завоеванных белорусской сборной, одинное золото минавито у Егора. В целом, в мозговом штурме в Бразилии удельничали с высши 100 старшеклассников с больше как 100 краин света. Задания были складаными. Над вариантами решением пришлось и окажуть покарпеть. Тривали багаж ведов и уповненность у собе дали таки высокий выник. Дело в том, что у меня любимая тема наверное геометрия и обычно принято завоять примерно по две геометрические задачи из шести. Но я когда увидел была одна немного расстроилась но в целом потом постарался собраться силами. В принципе к этому тоже нужно быть готовым потому что никто не знает как именно задача распределяться по каким темам. На рахунку Егора Дубовика это уже четвертое и самое престижное международное ознагорода. У Скорбонца досягнение два бронзовые медали из математичных олимпиад в Тайланде и Гонконге а так само золото из Казахстана. Такий близко шевыник мог чемыть только в адекватинном тандеме наставник Вучень. Егор очень творческий человек очень работоспособный он труженик до мозга кости если он видит цель что ему нужно международный олимпиадик республиканский подготовиться он будет готовиться столько сколько нужно. Примечательный случай мы ездили позапошлым на телевидении у нас Добрый вечер Гоми снимали и вот в перерыве пока до съемки Егор достал блокнотик достал планшет открыл задачи решал задачи прямо там в Кременке. Олимпиадный рух это не хобби а ладжитя миновита тому математика как интеллектуальный с Поборницкой Кураж знайдуть место и на новом этапе уже студентского життя Ягора Добовика. Я поступаю в Белорусский государственный университет значит на фактор прикладной математики и информатики на специальность информатики. Свое будущее ну оно конечно будет связано с математикой насколько я не знаю то есть с наукой или больше прикладными науками но безусловно я планирую как-то поддерживать себе эти знания возможно кому-то помогать готовиться к Олимпиаде в будущем. Вероника Вараашилина Михаил Рабко телерадоя компания Гомель Гэта иншай новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На гэтым выпуск завершенный у студии працавала Светлана Князева Усяго доброго и до сустреча у эфиры ДНК. Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok